Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембри. Смотрите сейчас. Герои нашего времени. В обручании удостоены премии президента за духовное возрождение. Значит, мы должны делать еще больше, если нас забыть. То есть мы должны соответствовать той планке, тому уровню, на который нас подберут. На чем строится прочный жизненный фундамент. Все тайное становится явным. Житель Могилевской области трудился по схеме. Деньги взял, работу не выполнил. Мужчина переставал отвечать на звонки и пропадал. Какая сумма ущерба? Тот дом хорош, где хороши обитатели. В Беларуси запустили единый реестр пустующих построек. Последний дом, который мы продавали, он с 10 тысяч рублей. Цена упала до 2 тысяч рублей. Сколько строений уже в списке. А также снижение инфляции, выплаты пенсий и здоровья нации. В стране действует новый порядок диспансеризации, где можно пройти осмотр. Бескорыстные и нежаждущие славы. Команда Духовного просветительского центра, что при приходе храма в честь княгини Лисоветы, удостоена премии президента за духовное возрождение. Настоятель векторатолог и директор Василий Баранчук объединили в скромном двухэтажном здании более 100 детей. Здесь православный филиал гимназии номер 3. Об амбассадорах мира Татьяна Горбач. Душа в человеке первичном. Тело вторичное. Поэтому это очень важно. Важно для того, чтобы сохранить свою страну, свой народ. Для этого нужно с самого раннего возраста воспитывать каждого человека в духовном. История центра ведет свой отчет с 2007-го. Сейчас здесь действует воскресная школа, в которой обучается более 130 учеников, лекторий для взрослых и богатая библиотека, наполненная классической и богословской литературой. Ребята посещают различные кружки от рукоделия до робототехники. Деятельность центра получила высокую оценку на государственном уровне. Его директор Василий Баранчук и настоятель Елисофетинского храма Протеерея Виктор Толох удостоены премии президента за духовное возрождение. Тут труд всего коллектива. И в первую очередь, конечно, это труд со стороны нашего правящего архиерея Владыки Серафима и труд педагогического коллектива гимназии. То есть каждый делает с достоинством свое дело. И премия это, скажем так, это некий аванс. То есть, значит, мы должны делать еще больше, если нас заметили. То есть мы должны соответствовать той планке, тому уровню, на который нас подняли. Без духовности, так сказать, не может быть и патриотизма. Поэтому мы должны сегодня, с учитывая ситуацию, которая сейчас вокруг нашей страны, мы должны, конечно, воспитывать прежде всего духовность и патриотизм детей. И чтобы этот патриотизм передавался, так сказать, и родителям. Духовно-просветительский центр сегодня – это еще и учебные аудитории начальных классов третьей гимназии. Мальчики и девочки наряду с общеобразовательными предметами изучают основы православной культуры, постигают нормы уважительного отношения к белорусским святыням, знакомятся с такими нравственными категориями, как доверие, справедливость и милосердие. Чему тебя учат занятия? Делать меньше грехов, любить Бога, не обижать близких, не быть жадным, быть хорошей, помогать всем. Тебе нравится на занятиях? Да. Интересно? Да. А что тебе особенно нравится? Рисование, труды, ритмика, музыка. Еще одно важное направление деятельности центра – православный театр «Убрус». В творческой копилке собственные художественные фильмы и выпуски Яралаша. За несколько лет ребята сыграли в более чем 30 постановках, все на религиозную тематику, которая связана не только со священным писанием, но и с духовной жизнью нашей страны. На каждый спектакль, вот теперь исторического такого плана, изучая жизнь святого, мы пытаемся и стараемся не просто усвоить какие-то материалы о святом, но и посетить эти места, намоленные там, где жил святой. В 2022-м республика отметила 1030-летие прихода православия на белорусскую землю. Христианские традиции и добросовестный труд сделали нашу страну сильной и независимой. Сохранить и приумножить то, что оставлено нам предками – насущная потребность нашего общества. Ведь только тот народ, который знает и чтит свою историю, имеет будущее. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Доверяй, ну проверяй, в Байглёвской области предприниматель обманывал клиентов. Действовал 53-летний мужчина по выверенной схеме. Размещал объявления в интернете о своих услугах по изготовлению кухонной мебели. Демонстрировал образцы шкафов, брал задаток и даже имитировал начало работы. Однако дальше дело не шло. В итоге мужчина переставал отвечать на звонки и пропадал. В данный момент сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. От действия мошенника пострадало как минимум 8 человек. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, перед тем, как заключить договор, обязательно читайте отзывы на независимых ресурсах, пообщайтесь со старыми клиентами, посетите производство. Выгодные цены, тонкая грань и современные решения. В Беларуси планируют изменить порядок выплаты пенсии. Кто сможет получить деньги только в банковских отделениях? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По итогам года инфляция в Беларуси снизилась до 13,3%. Этому способствует укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, а также восстановление цен на сырье на мировых рынках. Между тем, в стране продолжается мониторинг стоимости товаров. В 2022 марта установила более тысячи нарушений законодательства. Меры административной ответственности применены в отношении 574 виновных. Система здравоохранения перешла на новый порядок диспансеризации. Для того, чтобы выявить факторы риска, которые могут привести к серьезным заболеваниям, пациенты должны ответить на вопросы специальной анкеты. При необходимости назначаются дополнительные лабораторные исследования. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства. На этот день человек освобождается от работы. Порядок выплаты пенсий могут изменить в Беларуси. Сейчас есть возможность получения на почте банки и организации, которые осуществляют доставку. В будущем выбирать между упомянутыми вариантами получат право только те пенсионеры старше 70 лет, кто проживает в столице, областных и районных центрах, в других населенных пунктах от 60 и старше, а также инвалиды 1 и 2 групп. Для остальных категорий предлагают оставить только банковские отделения. В Беларуси подняли цены на закупку у граждан товаров из драгоценных металлов. Так, если ранее грамм золота в изделиях и ломе 900-й пробы стоил 114 рублей 14 копеек, то теперь 120-27. Существенно выросла стоимость платины – 70,94 против 60,53. Приз Куран действует для всех физлиц, кроме тех, которые сдают слитки и монеты. В Беларуси с начала года утонуло 6 человек, один – в Могилевской области. Среди жертв большинство любителей – зимней рыбалки. Из-за недавней оттепели лед на реках и озерах стал значительно тоньше. Несколько морозных дней не исправили ситуацию. Однако любители древнего промысла продолжают испытывать судьбу. Вторая жизнь. В Беларуси запустили единый реестр пустующих домов. Доступ к нему открытый и бесплатный. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного строения, но и в режиме онлайн увидеть местоположение, состояние, узнать возраст. Формируют базу местные органы власти. Сейчас не более 1200 сооружений. В стране, напомним, есть процедура признания зданий бесхозными. Их сносят или продают по символической цене. Работа по ветхим домам у нас уже проводится интенсивно третий год. За время работы у нас изъято 55 домов, продано 37 домов на сумму более 233 тысяч рублей. Последний дом, который мы продавали, он с 10 тысяч рублей. Цена упала до 2 тысяч рублей. Главный критерий для отчуждения более трех лет здания или участок считается заброшенным. Если, согласно предписанию, владелец не займется восстановлением имущества, оно попадает в реестр. В Бобруйске, к слову, в этом году продано уже два ветхих дома на сумму около 8 тысяч рублей. Сработали на отлично. Белшина подвела итоги 2022-го. Несмотря на санкции и сложную ситуацию на мировом рынке, предприятие показало высокие результаты. В частности, переориентировалось на традиционные рынки сбыта Белоруссии и России. Так, доля от общего объема продаж за 11 месяцев составила практически 50%. Самым далеким импортером стал Афганистан, близким Бобруйска Громаш. Мы в соответствии с этой стратегией, которую приняли, движемся в нужном направлении. Мы вышли на эффективную работу, вышли на прибыльную работу по итогам года. На 2023 год ставим задачу практически до полутора миллиардов товарной продукции. Это существенное темпо роста. Импортозамещение также одна из основных задач, которая стоит перед предприятием. Сейчас идет реализация совместных проектов с Белазом и холдингом МТЗ. Продолжается и модернизация производства. Музыка из глубины души. В Бобруйске пройдет концерт «Свет Рождества». Уникальную историю презентуют воспитанники детской школы искусств имени Текотского. Хоровая постановка – это вокальные эксперименты и красочные образы. Также в программе – театральное отделение, где зрители ждут зажигательные танцы и драматические сцены. Главные персонажи будут знакомить зрителя с историей возникновения праздников – Нового года, Рождества и колядок. А главные персонажи – это зимушка-зима, традиционные персонажи зимы, хозяйка леса, а в народе именуемая Бабой Егой и домовенок Кузя. Концерт включает в себя три цикла. Новый год пронизан радостью и весельем, Рождество святостью и духовностью, коляды – обрядами и играми. Премьера пройдет 12 января на сцене областного театра драмы и комедии. Начало 18.00, стоимость билета – 7 рублей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok